Очень важная была, конечно, встреча Лукашенко и Путина. Очень важная. И, конечно, для Украины это просто удар под дых. Потому что они были уверены, что им удается оторвать Белоруссию от России. Вся эта операция с арестом наших богатырей, все эти поездки Гордона, звонок во время интервью Зеленского. Вся эта игра, как им казалось, Натонникова ставила одну задачу. Подготовить почву для разрыва отношений между Россией и Белоруссией. Преподнести Белоруссию вот как на блюдечке странам НАТО для того, чтобы ее сожрали. Россия проявила стратегическую мудрость, спокойствие. Россия не спеша, но планомерно выработала вместе с белорусскими товарищами глубокую программу. И эта программа может привести к бусту в темпах роста экономического развития по 1,5% плюс каждому из наших государств. Конечно, это вызывает бешеную реакцию у таких глупцов, как Латынина, которые тут же бросились отрабатывать свою говеную повесточку. И, естественно, это, опять же, эхо Москвы. Ну, послушайте, было бы странно, если бы это был кто-то другой. Это хорошо, что они бьются в истерике. Это значит, мы идем правильным путем. То есть, создается глубочайший экономический базис для, в том числе, если понадобится, как сказал Лукашенко, если вдруг нам понадобится политически объединиться, мы это сделаем очень и очень быстро. Ну, вот, что об этом сказал Владимир Владимирович Путин. Это, наверное, 30-е видео. Мы исходим из того, что сначала нужно создать, несмотря на все благородство этой цели, политической интеграции, нужно сначала создать экономический базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке. Мы этих вопросов пока не обсуждали. Повторяю еще раз, полагаем, что прежде всего нужно заняться экономикой, а все потом естественным образом будет требовать дополнительного регулирования, в том числе, может быть, и на уровне союзного парламента. Я не исключаю, что такое может быть создан. Но для этого нужно, что называется, подрасти. Мы этого не обсуждали, и такие вопросы в повестке дня не стоят. На это ответил, правда, Лукашенко. Я не уверен, что у нас есть. Есть у нас или нет? А на телевидении у меня было, значит, и у вас должно было быть. У вас там рядом сидит человек, у него имя начинается на «С». Скажите ему, что он не прав, что всегда должно быть. Ну вот, так что это, конечно, важно. При этом переговорщики тяжелые. Но представляете, что происходит на Украине, когда они понимают, что цена на газ для Белоруссии сохранится на уровне нынешнего года. Ну вот, посмотрите, как об этом сказал Владимир Владимирович. Итогом длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года. При этом до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках союзного государства. Ну и на это, конечно, по-своему отреагировал Зеленский, у которого теперь истерики приобретает шизофренический оттенок. Ощущение, что он просто, как подозревал Анатолий Шарий, уже не знает, в какую ноздрю дуть. Потому что его тут настолько подорвало, что он заявил о том, что давайте Олимпиаду на Украине. Представляете, да, нищая Украина, самая нищая страна Европы. А Олимпиаду она на какие деньги будет проводить? А вы нам, типа, дайте денег, а мы тогда проведем... Подождите, вы же воюющая страна. Как в воюющей стране, как вы заявляете, вы можете проводить Олимпиаду. У вас же все деньги идут на армию, вы же все в долгах, как в шелках. О какой Олимпиаде, говорит Зеленский. Но тут у него совсем подорвало крышу, и он заявил о полномасштабной войне с Россией. Важаю, может быть. Важаю, может быть. Так и есть. Мне кажется, что 2014 год это был таким... На жаль, что так звучит, но кроком вперед в этом вопросе, сбоку России. И потом, слава Богу, завдяки украинцам кроком назад. Их было остановлено. Хотя сказать, что через погрозы, что Украина вступит в НАТО... Мне кажется, что он реально под чем-то... В 2014 год я не помню. Великих погроз, что Украина вступит в НАТО. Я такого не помню. Но это выбор, тем не менее, это выбор Украины. Особистий геополітичный выбор каждого украинца. Но про это отдельно. Поэтому потенциал в этой теме есть. Важаю, что это будет наибольшая ошибка. В принципе, ошибка именно Российской Федерации. Важаю, что после этого никогда не будет существовать суседство России и Украины. Ну, короче говоря, он пытается сказать, что да, война возможна, и тогда после этого не будет никакого соседства с Украиной и с Белоруссией. Конечно, не будет никакого соседства, будет единение. Ну, на это ему, конечно, блестяще ответил Сергей Викторович Лавров. Моя реакция негативная. Ну, я вижу здесь еще отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей. Но это печально, если другого способа не осталось. От другого способа, я думаю, у него и не осталось. Потому что вот то, что мы видим, особенно сейчас, когда речь пошла о единой оборонной зоне между Россией и Белоруссией, то на Украине, конечно, реально началась паника. И эту панику уже не скрыть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok